Нестабильная ситуация сейчас почти по всему содружеству, как мы пережили очередную неделю борьбы с ковидом в традиционном обзоре наших корреспондентов. В Армении одна из самых сложных ситуаций. На этой неделе более двух с половиной тысяч заболевших в сутки. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Свободных коек в стране нет. Люди вынуждены несколько дней ждать госпитализации. Полностью привитых по-прежнему не более 6%. Сегодня в Ереване был день вакцинации. Три мобильных прививочных пункта развернули на площади перед зданием столичного театра оперы и балета. Прививали по 50 человек в час. Дефицитов в препаратах в стране нет. На днях республика получит более полумиллиона вакцин от компании «Модерна». Волна коронавируса захлестывает и Молдову. Страна приближается к рекордам весны этого года. В конце недели зафиксировали две тысячи заболевших. А вакцинация тем временем пробуксовывает. Третью неделю подряд показатель держится на отметке в 25%. Столько жителей республики сделали прививку двумя компонентами. Между тем в клиниках большое количество ампул с препаратами теряют срок годности. На этой неделе пришлось утилизировать 20 тысяч доз. В Молдове на треть увеличилась смертность. Сейчас работать стало намного тяжелее, потому что поток больных большой очень и состояние больных очень тяжелое. Намного больше больных нуждается в искусственной вентиляции легких. В Грузии тоже час от часу не легче. Ежедневно уже по 4-5 тысяч новых случаев. Столько же приходят на прививки. Но для достижения коллективного иммунитета необходимо в 10 раз больше. Двумя компонентами в стране привито чуть более третий. Добиться показателя в 70 до конца года вряд ли получится. Единственный выход – введение так называемых зеленых паспортов. Те, кто не будет вакцинирован, не пустят в кафе, рестораны, фитнес-центры. Да и в транспорт не смогут попасть. Мы ходим по одному и тому же кругу. От вспышки до вспышки теряем людей. В Беларуси новая волна. Более двух тысяч заболевших в сутки. В клиниках разворачивают дополнительные койки и закупают кислородные концентраторы. Новая вспышка ускорила и темпы вакцинации. Пятая часть жителей страны привилась двумя компонентами. На выбор предлагают китайский Вероселл, российский спутник Ви и спутник Лайт. О своей готовности сделать прививку заявил и президент страны. Но только отечественной вакциной. Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем, с министром. Как только белорусская вакцина на столе, мы сразу снимем и влево, и вправо, и в ногу, и куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину, я готов. Но нашу. Нашу свою белорусскую вакцину. Не становится легче и в Азербайджане. Кривая заражений снова растет. Сейчас уже более двух тысяч новых случаев в день. И это несмотря на то, что республика является одним из лидеров стран Содружества по количеству привитых. Более 40% жителей страны сделали два компонента. Началась в стране вакцинация так называемой бустерной прививкой. Ее делают людям старше 50 и с хроническими заболеваниями. Сделать третью прививку призывают и всех преподавателей. В школах и институтах болеть стали чаще. Казахстан одна из немногих стран Содружества, где ситуация уже несколько недель стабильная. Регионы один за другим выходят из красной зоны. Временные госпитали закрывают. Количество новых случаев в целом снизилось почти на 20%. Не более двух тысяч в сутки. Полностью прошли вакцинацию около 40% жителей. В Таджикистане уже несколько дней подряд ни одного нового случая. Угрозы ковида нет. Вакцинация в полном разгаре. В сутки прививает не менее 20 тысяч человек. На процедуру люди идут гораздо активнее, чем раньше. Сейчас, бывая компонентами, в стране вакцинировано более 20% населения. Из ограничений только масочный режим. Средства защиты необходимы в общественных местах. Стабилизируется обстановка и в Кыргызстане. Не более 130 новых случаев в день. Медленно, но верно идет и вакцинация. Сейчас полностью привились около 11% жителей. В Бишкеке на этой неделе открыли памятник медикам, которые скончались от коронавируса, что называется, на рабочем месте. С начала пандемии умерли более 120 врачей, медсестер и санитарок. Установили его возле Государственной медицинской академии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА